Бескорыстная любовь – это то, что необычайно важно. Бескорыстная любовь – оно приносит жизненные изменения. Изменение жизненности в человеке – витальные изменения, если бусловно. Изменение жизненности в индивидуальных паттернах и паттернах. Изменение жизненности в индивидуальных паттернах. И освобождает свет и активность, что является единой ценностью, что заставляет нас ценить мир. Бескорыстная любовь – освобождает свет в заключенной форме. Изучая Йога-сутру Патанжали также… Бескорыстная любовь – which many times we have referred to. Once again we have referred to that. – it is this unselfish love – which can help you being released from the behavior of mind. So the behavior of mind is to be suspended, that is what Патанжали explains. – when the perceiver wants to stand in his original light, the original form, the perceiver… – when the perceiver wants to be in his original form, the perceiver… – you can say more clearly the practitioner. – if you want to stand in your original form, the original form is not outside, the original form… – inner light. – that is what is called… – that is explained as Swarupa. – in Patanjali. – that is what is called… – that is explained as Swarupa. – in Patanjali. – Swarupa. – Rupa means… – form, but here form means not physical form. – it is the form of our inner self. – in this case, it is the form of our inner self. – in this case, it is the form of our inner self. – so it says… – drashtu svarupe avasthanam. – so you can stand in your real… – in the form of your real light, – when… – the activity of… – when the behavior of the mind is suspended. – so that can be possible… – by practicing unselfish love. – and practice of unselfish love will be through… – the service. – and… – so the service also should be… – unselfish service. – and… – and the service also should be… – unselfish service. – beyond any personal motive. – beyond any personal motive. – – so each… – each part of this explanation is important for us to study again and again. – – so that… – we'll be able to put into practice in our life. – – now… – he explains… – the third aspect. – – that is… – spiritual wisdom. – – we have been studying the three preliminary aspects of… – the soul. – the soul. – the first one is spiritual will. – – the second was spiritual love. – – and now it is spiritual wisdom. – 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 Это духовная мудрость. Что такое духовная мудрость? Это свет совершенного разума. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Перфекция. Высший. Нет у нас. Мы так не говорим. Это свет совершен. Это не высок или высок, но «перфект» означает, что без ошибок, без ошибок. Свет совершенного разума. Духовная мудрость — это свет совершенного разума. Перфекция интеллигенция, и также совершенный опыт, чистый опыт, и совершенные или чистые знания. Это означение понятия «духовная мудрость». Всегда содержит в себе элементы духовной любви и духовной воли. Разум может трансформироваться в мудрость. Таким образом, мудрость является результатом гармоничного соединения гармоничного объединения, соединения гармоничного объединения. Света. 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 Светов. Светы. Свет. Светы. Свет. Светы. Walmart. Ума Ума с на those растения ума с другими качествами души с другими качествами души. Мудрость – это объединение гармоничное объединение совершенного ума с другими качествами души. Мудрость – это объединение совершенного ума с душой. Совершенных качеств ума с качествами души. У нас есть ум и душа. Качества души – они необычайно высоки. Ум по отношению к ним ниже. Качества ума могут быть развиты, чтобы ум стал совершенным. Мы изучали, когда изучали Йога-сутру Патанжали, и также в эзотерической психологии. То есть, если мы узнаем, что мы узнаем, что мы узнаем, что мы узнаем, что уровни от физического… это уровни нашего существования. Это уровни нашего существования. физический – это аспект формы. То, что мы называем физический план. Затем выше – витальный план, план жизненности. Там же находится активность чувств, органов чувств. Ментальный план – там, где происходит ментальная активность. И буддхический план – это план разума. И основой всего этого – является то, что мы называем план опыта. И душа существует, проявляется на этом уровне. Относительно ментального плана и ума. Ум является мостом между низшим и высшим человеком. И вся практика йоги – это подчинить всю низшую природу человека, его высшей природе. И это возможно сделать только тогда, когда ум развернут, сориентирован в сторону высшего. Обычно в нашей повседневной жизни ум развернут к ниши природе, к чувствам и к форме. И до тех пор, пока ум развернут к нашей чувствительной жизни и телу, он имеет дело с низшими аспектами – инстинкты, эмоции и тому подобное. Таким образом, его надо развернуть в сторону буддхи, в сторону высшей природы в человеке. И все шаги практики йоги направлены на то, чтобы развернуть наш ум в сторону высшей природы, к буддхическому плану человека. И тогда активность ума очищается. И только тогда он может стать совершенным. И еще раз все эти феномены можно достичь только через служение. Потому что вы можете победить нашу низшую природу вовлекая себя в жизнь служения. Потому что она очищает. Сервис является лучшим средством очищения. И тогда мы сможем освободиться от своей низшей природы и подчинить себя высшей природе. И тогда это возможно, когда ум будет перфектирована, если ум будет соединяться с душой человека. Своей собственной душой. И тогда мы переживаем то, что является мудростью. Получаем опыт переживания мудрости. До тех пор, пока этот процесс очищения не закончен, мы не можем достичь мудрости в ее духовном понимании этого понятия, этого слова. И духовная мудрость обычно обычно означает связана Духовная мудрость связана с принципами и техниками правильных человеческих отношений. С определением, применением, пониманием, определением и применением. Кого что есть правильные человеческие отношения? Рекогнение, интерпретация и применение. Рекогнение, интерпретация и применение. Духовная мудрость. Анимание, интерпретация и применение духовных законов. Духовных законов, идеалов. Духовная мудрость. 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 Духовная мудрость обычно связана с принципами и техниками правильных человеческих отношений с определением, интерпретацией и применением духовных законов, идеалов, ценностей, целей. Просветленный ум видит все вещи правильно, истинно, включающие и с наиболее полной точки видения и с чувством пропорции. 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 Таким образом, просветленный ум этот ум может быть просветлен когда ум подчинен Буддхе. И весь тренинг, вся учеба таким образом заключается в том, чтобы развернуть ум в сторону Буддхи. Потому что на плане Буддхи находится сила развлечения. Она позволяет нам достичь света души. Ранга. Ранга. Синерсер. Синерсер. Исстория. Продолжение следует...